Аномально холодные выходные. Столбик термометра опустится до минус 25. В Рязани почтили память защитников Отечества. Торжественные мероприятия прошли на Площади Победы и в филармонии. Целый бизнес на запрещенных веществах организовали рязанские студенты. Полицейские прикрыли филиал подпольного интернет-магазина наркотиков. В Рязани сегодня почтили память защитников Отечества. Торжественные мероприятия прошли на Площади Победы. К монументу возложили цветы. Церемония завершилась торжественным маршем курсантов десантного училища. Церемония возложения цветов сегодня также прошла на Площади Маргелова. Праздничные мероприятия продолжились в филармонии. В зале собрались представители власти, ветераны воинской службы, сотрудники правоохранительных органов и курсанты. Поздравил собравшихся губернатор Рязанской области Николай Любимов. На Рязанской земле во все времена чтили ратный труд. Неувиданной славой покрыли себя наши земляки в годы Великой Отечественной войны. Глубочайшего уважения заслуживают рязанские солдаты и офицеры, принимавшие участие в афганской и чеченской кампаниях. После этих слов глава региона наградил военнослужащих почетными грамотами, ценными подарками и знаками губернатора за усердие. В список награжденных попала и семья Петровых, которым Николай Любимов со сцены вручил сертификат на приобретение квартиры. 17 лет назад супружеская пара столкнулась с обманом и мошенничеством строительной компании, у которой приобрели квартиру, но на выходе остались без жилья и денег. В торжественной обстановке губернатор вручил Петровым сертификат на новую двухкомнатную квартиру, приобретенную на средства мецената. 15 лет обращалась за эти годы во все структуры власти. В прокуратурах, в милициях, в полициях по много томов материалов проверки. В Рязанскую область в выходные придет аномальный холод. Уже в четверг столбик термометра опустился до минус 15. Синоптики предупреждают, выходные будут и вовсе самыми холодными за всю зиму. Морозы окрепнут до минус 25. В региональном МЧС назвали погоду аномально холодной. Температура будет ниже климатической нормы на 7-12 градусов. 23 февраля ожидается облачное с прояснением погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит минус 18-23 градуса, местами уже до минус 25. Днем минус 8-13. На дорогах и тротуарах гололедится. На субботу и воскресенье местами пройдет слабый снег. Температурный фон существенно не изменится. Переносить морозы тяжелее всего пернатом. По статистике 8 из 10 птиц зиму не переживают. При этом птицы гибнут не от холода, а от голода. В городской станции юнатов призывают рязанцев не оставаться равнодушными и выходя утром из дома брать горсть зерна или хлебные крошки для птиц. Впрочем, поближе к человеку с надеждой на пропитание приходят и вовсе дикие звери. Рязанка во дворе жилого дома накормила лису кошачьим кормом и засняла процесс встречи с животным на видео. Как отметила девушка, мимо животного проходили люди и проезжали машины, но лиса вела себя спокойно. Во всех рязанских школах появятся металлодетекторы. Их установят ради безопасности школьников. Такая практика уже есть в столичных учебных заведениях, а в регионах подобное оборудование чаще всего отсутствует. При этом отсутствие элементарных мер может привести к печальным последствиям, как произошло в январе в Перми, где подростки свободно пронесли ножи и устроили резню. В Рязани на установку металлодетекторов планируют выделить 8,5 миллионов рублей. Целый бизнес на запрещенных веществах организовали рязанские студенты. Соседи по комнате в общежитии. 18-летние молодые люди организовали филиал подпольного интернет-магазина наркотиков. Один выполнял роль старшего. С помощью интернета получал бесконтактным способом из другого региона крупные партии наркотиков, расфасовывал их по небольшим упаковкам и передавал приятелю для распространения через закладки на улицах Рязани. Полицейские задержали злоумышленников в момент подготовки наркотиков для дальнейшего распространения. В ходе обследования жилища студентов полицейские обнаружили около сотни упаковок с порошкообразными и пастообразными веществами. Экспертиза установила, что молодые люди незаконно хранили и подготовили к сбыту 242 грамма наркотических средств синтетического происхождения. Молодой рязанский хирург Иван Успенский стал настоящим блогером. Его страницы в социальных сетях заполнены постами, сарказмом и хорошим юмором. А совсем недавно он написал книгу, которая уже готова к изданию. Правда, сюжетная линия у всего творчества выпускника Рязанского медуниверситета на самом деле не веселая. Почти два года Иван борется с острым лейкозом. О своей болезни Иван Успенский узнал два года назад. Как рассказывает, случайно просто сдал кровь на ежегодном медосмотре. Первая часть лечения, химиотерапия, проходила ВКБ. Затем трансплантация костного мозга уже в Москве. С потрясающим чувством юмора он описывает в соцсетях про все этапы своей борьбы с раком. Я очень много посмотрел за это время вот этих историй в инстаграме, в фейсбуке, что вот бедный ребенок, бедный человек, ему так плохо и постят каждый день об одном и том же, об этом и в мире и так много боли. Зачем я еще спою-то буду туда привносить? А так посмеешься, оно как-то полегче. Признается, когда узнал, сколько стоят лекарственные препараты, сразу понял, без сбора средств в одиночку справиться невозможно. Смысл был прост изначально. Я когда узнал про болезнь, то есть прям в тот же день госпитализации, я всем своим друзьям написал, что ребята, говорю, такое дело, надо, наверное, нам деньги собирать, потому что, понятно, проработав в нашей медицине, могу четко сказать, что на лечение такой болезни обязательно собирать деньги. То есть неважно, человек столкнулся с онкологией, есть у него деньги, нет у него денег, лучше собирать сразу. Потому что, ну, опять же, начинал я с таблеток за 70 тысяч в месяц, сейчас 500. К чему в итоге я приду, понятия не имею. Особенность заболевания Ивана в том, что опухолевые клетки уничтожают здоровые, и количество эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов сокращается. Но уничтожить больные клетки непросто. Рак оказался с редкой хромосомной мутацией. Многие препараты неэффективны. А чтобы не произошло рецидива, необходимо принимать дорогостоящие таблетки. Они дорогие, не сертифицированные в России, но очень действенные. Убивают только раковые клетки, оставляя здоровые. Цена одной пачки – около 600 тысяч рублей. Сложность лечения в дороговизне. И в том, что форма у меня оказалась очень такая, не то что нечувствительная, слабо поддающаяся лечению. То есть мы уже пробуем самые дорогие лекарства, все равно наступает рецидив. Еще более дорогие лекарства, и все равно рецидив. Сейчас вот планируем введение препаратов. Там курс стоит 4,5 миллиона. Но это если не считать тех 500 тысяч, которые мне нужны каждый месяц. У Ивана прекрасная семья, жена и трое сыновей. И большое желание вернуться к призванию, продолжить работать в операционной и помогать людям справляться с болезнями. К сегодняшнему дню он закончил работу над книгой. Со дня на день она появится в электронном доступе. Ее название – свидетель жизни. Вот в России кто сталкивается с таким заболеванием? Что делать? Да, что делать. Хвататься за голову, не знаю, что делать. То есть если бы сейчас люди не помогали, Ну, точно, я бы уже покоился где-то. Все желающие могут помочь рязанцу в борьбе с раком, перечислив средства на карту, номер которой вы видите на экране. И, конечно, следите за жизнеутверждающим блогом Ивана. Алена Куколева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». К другим темам. В Рязани продолжается обсуждение программы реализации комфортной городской среды. Активное участие в выборе площадок для благоустройства принимают жители областного центра. Одна из встреч прошла в среду в Рязанском дворце молодежи. Продолжит Ирина Ковалева. В ходе встречи, прошедшей во дворце молодежи, особое внимание уделили трем пространствам, которые были выбраны жителями Рязани в результате рейтингового голосования. Это парк железнодорожников, Севастопольская аллея и Новопавловская роща. Эти парки набрали почти равное количество голосов. За каждым из них интересы тысяч рязанцев, которые живут в железнодорожном районе города, каждый день гуляют, отдыхают и занимаются спортом на территории этих объектов. Высказать свое мнение в рамках данных встреч имеет возможность любой желающий. Обсуждение благоустройства городских парков и скверов продолжится в период с 26 по 28 февраля. 26 числа общественные обсуждения будут проходить на территории Московского района по адресу улица Крупской, 9А, в школе искусств номер 4. Приглашаем всех жителей города Рязани принять как можно большее активное участие в обсуждении трех пространств расположенных на территории Московского района, парк морской славы, комсомольский парк и парк имени Гагарина. Многие врачи-специалисты занимаются не только лечением, но и профилактикой заболеваний. Более 150 лет назад великий хирург Николай Пирогов сказал, что будущее принадлежит медицине предупредительной. Главную роль в профилактике и сохранении здоровья населения принадлежит врачам медико-профилактического профиля. Будущих специалистов готовит Рязанский медицинский университет. В руках у студентов прибор под названием «Метеоскоп». Он предназначен для измерения микроклимата. И это только один из десятка важных приборов, с которыми работают будущие профессионалы. Люксометры, приборы для измерения электромагнитных полей и многое другое. Применение каждого узконаправленное, а выдают они самые точные результаты. Как говорят преподаватели, для обучения студентов используют самую передовую технику. В программу обучения включены предметы, которые делают выпускника перспективным исследователем, управленцем, либо преподавателем высшей школы. Основные организации и учреждения, в которых работают наши выпускники, это Управление Роспотребнадзора и Федеральное учреждение здравоохранения Центра геноэпидемиологии. Центр геноэпидемиологии является лабораторной базой обеспечения деятельности Роспотребнадзора. И вот то, что мы смотрели приборы, это как раз требуется выпускникам по специальности общей гигиены, которая больше работает в ФБУЗе. Анатомия и физиология человека, общая гигиена, внутренние болезни – это только часть предметов, которые предстоит освоить будущим специалистам. Студенты приобретают необходимые знания в процессе учебных занятий и при обследовании базовых объектов надзора, коммунальных объектов, предприятий общественного питания и торговли, промышленных предприятий, детских дошкольных учреждений. Кроме того, мы научим своих выпускников разрабатывать мероприятия по осуществлению профилактики инфекционных болезней, по защите прав потребителей. Медико-профилактическому факультету в этом году исполнилось 55 лет. За все это время было выпущено более 10 тысяч специалистов, которые в настоящий момент успешно работают в различных предприятиях страны. В настоящий момент на потоке учатся 50 человек, и каждому студенту преподаватели ищут свой особый подход. Валерий Седов, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». И в продолжение медицинской темы. Всероссийский конкурс «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» проходит уже в четвертый раз. В Рязанской области немало специалистов, которые могли бы побороться за звание победителей. Так, в номинации «За верность профессии» в этот раз примет участие Надежда Гагаринская, старшая акушерка отделения патологии беременности перинатального центра, которая своей профессии не изменяет. Вот уже на протяжении 46 лет. «Хочу, могу, работаю» С этим девизом вот уже 46 лет идет по жизни старшая акушерка отделения патологии беременности перинатального центра Надежда Гагаринская. В течение всего этого времени она была предана своей профессии и другой жизни для себя не представляла раньше и не представляет сейчас. Надежда Николаевна пришла в медицину не просто так. Ее мама и тетя всю жизнь проработали медицинскими сестрами. Так что вопросов, кем стать, тогда, почти полвека назад, у молодой и задорной Надюши даже не возникало. Ну а на вопрос, почему именно акушерство, Надежда Николаевна отвечает так. В молодости все были очень заинтересованы принимать роды, быть в акушерстве, жить в акушерстве, детей держать. Я приняла столько детей, то есть я работала очень долго в родзале, что вот в общем-то я даже не знаю сколько, не могу их сосчитать. Поэтому я это просто вот люблю. Путь Надежды Гагаринской в медицине начался после окончания Рязанского медицинского училища. Тогда, в 1972 году, она была направлена в родильное отделение номер 3 при областной клинической больнице номер 8 на должность акушерки. Сегодня об этом времени с улыбкой вспоминает Галина Сысоева. В те времена она была заведующей третьим роддомом и Надежду Николаевну, иначе как Надюша, не называла. С самого начала молодой акушерку определили работать в родильный зал. И не ошиблись, она прекрасно находила общий язык со своими пациентками. Женщины, которые у нее рожали, они были так ей благодарны. Она знала, как подойти к каждой женщине, как с ними поговорить. И потом, когда они родили, они ей говорят, мы придем еще к вам, и может быть не один раз. Надежда Гагаринская умела найти общий язык не только с пациентками, но и с коллегами. Ее любили, ее уважали, у нее учились. В третьем роддоме Надежда Николаевна прошла все посты. Из родильного зала перешла в послеродовое отделение, затем в отделение патологии беременности. Она была настолько ответственным и знающим сотрудником, что после повышения квалификации начала работать в качестве операционной сестры. Этим стенам Надежда Гагаринская отдала 11 лет. Здесь она приобрела знания и бесценный опыт, который был просто необходим открывшемуся в 83-м году четвертому роддому. Сюда они перешли работать вместе с Тамарой Жабиной, которая стала заведующей отделением патологии беременности. В этом же отделении Надежда Гагаринская начала работу в качестве старшей акушерки и продолжала ее выполнять на протяжении 26 лет. Она постоянно учится всю жизнь, поэтому квалификация у нее, конечно, на отлично. Очень исполнительный человек. Надежда Николаевна всегда отвечала. Но отличала честность, порядочность и высокая ответственность за все виды своей работы. Она успешно осваивала специальность и затем передавала свои знания молодым коллегам. Сегодня, работая в перинатальном центре, она продолжает учиться сама и учить молодых сотрудников. И так же, как и в начале своей трудовой деятельности, она умеет найти общий язык со всеми – и с начальством, и с коллегами, и с пациентками. Ну, знаете, современная жизнь, она вот какая-то, мне кажется, стала немножко жесткая. И все очень любят хорошее отношение, доброту, уважение, ну и немножко ласку. Любят все это женщины. И просто подойдешь и скажешь, милая девочка, сегодня вам вот это, вот это, вот это. И они уже это слышат, прям понимают как-то немножечко по-другому. Не то, что вам назначено, вам нужно. В перинатальном центре Надежда Гагаринская работает с момента его открытия. Все вокруг – руководство, именитые врачи, старший и младший медицинский персонал – в один голос заявляют. Центру несказанно повезло, что Надежда Николаевна работает именно здесь. Для меня это был очень большой подарок, потому что Надежда Николаевна – это очень опытный человек, опытная акушерка, которая уже много лет как раз занималась этой работой. И поэтому, когда она согласилась стать старшей акушеркой в отделении патологии беременных в перинатальном центре, для нас, конечно, это было очень важно. По словам Надежды Николаевны, никакого секрета успешной, долгой и плодотворной работы у нее нет. Просто нужно выполнять свои обязанности с любовью, ко всем относиться с уважением и постоянно учиться. Ну а главная награда – это любовь и признание коллег. Надежда Николаевна у нас незаменимая, активная, неунывающая, целеустремленная, человек, который в любую минуту придет на помощь, ответственная, отзывчивая, харизматичная, веселая, дарящая Надежду, надежная, заботливая, зажигательная, спортивная, жизнерадостная, самая лучшая. Ну а нам остается пожелать удачи Надежде Гагаринской в предстоящем конкурсе. Вместе с ее коллегами мы надеемся, что она станет лучшей в номинации за верность профессии. Ирина Ковалева, Роман Вихров, телекомпания «Город». И на этом у меня все. Мы поздравляем всех мужчин с Днем Защитника Отечества. И желаем мирного неба над головой и хороших выходных. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире. До свидания. Это случилось! Обвал ипотечных ставок. Квартиры за 4,7% годовых. Только в компании «Зеленый сад». Совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Грех, сляко, выхлопы. Шум, шум, шум! Плотный трафик, строительная техника, высоковольтные линии. Жить в городе? Зачем? Зачем жить в Муравейнике, если в 10 минутах от города расположился жилой комплекс «Полянка»? Жилой комплекс «Полянка» ближе к природе, вдали от суеты. Жилой комплекс «Полянка» ближе к природе. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok